Приветствую, друзья! Еще с незапамятных времен, когда русские витязи устраивали засады при битвах с татаро-монголами и рыцарями с крестами на латах, а скрытые в них русские дружины внезапно били по врагу, переламывая ход битвы, потрясая врагов Руси своей дерзостью и отвагой. Абсолютно ничего не изменилось и до нынешнего времени и сегодняшних битв, а современные русские витязи продолжают ошеломлять врагов России внезапными военными решениями и дерзкими атаками с неожиданных сторон. Именно так и произошло в Авдеевском укрепрайоне несколько дней назад. Противник, плотно и железобетонно, как он считал, сидевший в своих опорных пунктах, позволил себе немного расслабиться. Вся окружающая обстановка этому благоволила. Судите сами, на улице погода отвратительная, идет ледяной дождь, низги не видно, а потому беспилотная авиация находится на земле, ожидая летной погоды. То есть погода такая, когда хороший пес хозяина из дому не выгонит. Также одним из определяющих факторов расслабленного поведения неприятеля стало то, что в последнее время наши бойцы в основном штурмовали позиции врага силами пехоты, а бронетехника, если и помогала, то только ударами с закрытых огневых позиций. Ну а раз погода нелетная, то значит и русские пехотинцы будут сидеть в укрытиях, ожидая улучшенных прогнозов от гидрометеоцентра, как рассчитывал противник. Все так и произошло, но не совсем. Внезапно, к полному изумлению неприятеля, его позиции на юге Авдеевки, со стороны садоводства Виноградники, были атакованы бронетехникой русских с поддержкой БМПТ-72 «Терминатор-2», по некоторым данным «Терминатор-1» серии. На самом деле поддержка была взаимной, и пока русские танки громили и ломали укрепы противника огнем своих орудий, боевая машина поддержки танков давила раскаленными строями своих пушек все, что появлялось на поверхности и пыталось оказать сопротивление. В результате совместной работы такой спайки нашим подразделениям удалось пробить коридор и зайти в Авдеевку с юго-востока, на улице Колосова. Неприятель же отошел вглубь Авдеевки. Похоже, что противник после начала массированной атаки танками и «Терминатором» все же поднял дроны в воздух и попытался направить ФПВ БПЛА для выведения из строя наших машин, особенно БМПТ. Но не тут-то было. Вчера в сети появилось сообщение от экипажа этого «Терминатора» с благодарственными словами военному блогеру Кириллу Федорову за предоставленную в распоряжении экипажа глушилку, предназначенную, видимо, для подавления активности БПЛА врага в непосредственной близости от техники, на которой она установлена. Насколько можно судить по реакции экипажа «Терминатора», она помогла на все 100% и уберегла их от атак с воздуха. По ситуации в целом, наши подразделения продолжают сжимать авдеевские клещи, сгоняя неприятеля с насиженных опорников и заставляя его стекаться в среднюю часть авдеевки и ближе, как Сахиму. Впрочем, ситуация знакома еще по Мариуполю. И чем все закончилось на заводах Ильича и Азовстали, все прекрасно знают. Так вижу, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok